Раз, два, победуще! Выйти на тропу счастья, преодолев сомнения и страх. Философию Кудо в минувшие выходные постигали на симбирских татами. Кубок России по этому японскому виду единоборств Ульяновск встретил в четвертый раз. Побороться за победу приехали десятки спортсменов из 15 регионов страны. Каждый поединок на пределе сил. Но главный бой не просто за титул лучшего в стране. Мы видим прекрасно, что происходит сегодня в мире. Как дестабилизируется ситуация со стороны западных спецслужб. И действительно сегодня мы проводим линию патриотизма для того, чтобы укрепить наших молодых людей в своей вере, в своем сознании. Потому что Великая Россия, там где мы живем сегодня, безусловно требует это сегодня именно от нас. Для симбирян старт нового спортивного сезона оказался победным. Первое командное место заняла сборная Ульяновской области. С 2017 года всероссийский турнир проводится ежегодно в память о героях, сотрудниках Центра специального назначения ФСБ России. В этом году правила игры отчасти продиктовала пандемия. Возможность выйти на татами получили только сильнейшие кудоисты среди мужчин и женщин категории профи. Кристина Сандркина в Кудо уже 11 лет. Всероссийский чемпионат не пропустила еще ни разу. Не смогли нарушить традицию и коронавирусные ограничения. Долгое время спортсменка тренировалась дома. Как итог, в этом году Кристина призер абсолютной категории среди женщин на почетном втором месте. Он захватывает дух и выходишь на татами и можно показать все, что ты умеешь. Уметь нужно многое. Японское единоборство включает в себя элементы и технические приемы карате, дзюдо, английского и тайского бокса. Секрет успеха спортсменов-универсалов – жесткая самодисциплина. Я думаю, что такие турниры, которые проводятся, разумеется, в соблюдении всех требований безопасности, они призваны популяризировать спорт даже в этих сложных условиях. Вот такие события нужны для того, чтобы больше ребят приходили, знакомились, увлекались и занимались спортом. Первый после самоизоляции Кудо турнир организовали с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Яна Федорищева, Новости Уллправды ТВ.